Магомед Ахмедов Гости торжественного мероприятия в первую очередь посетили выставки, подготовленные Домом детского творчества и обошли более 20 майданов сельских поселений района. Праздничное мероприятие открыл глава района Аладдин Мирзабалаев. Вспоминая славную историю района, мы всегда отпечатаем в ней самые яркие страницы, самые яркие личности, внесшие колоссальный вклад в развитие района. В очень короткие сроки район стал одним из динамично развивающихся уголков Дагестана, внося свой особый колорит в дружную семью дагестанских народов. В настоящее время продолжается развитие территории, идет формирование современной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов. Сегодня Табасаранский район один из крупных сельских районов республики. Он расположился в живописном месте на восточных склонах Рептаджи-Фудаг, в долине реки Рубас и граничит с братскими пятью районами. С юбилеем жителей Табасаранского района от имени главы республики поздравил заместитель председателя правительства Дагестана Магомед Исаев. Всего-то район динамично развивается, растут доходы местного бюджета, успешно работают сельхозпроизводители, поставляющие продукцию на рынки, республики и другие регионы России. Уверен, опыт и забота о родной земле помогут трудолюбивым жителям района обеспечить экономический рост и решение социальных проблем. Желаю всем жителям Табасаранского района крепкого здоровья, мира, благополучия и успеха в созидательном труде во имя процветания Дагестана и всей России. Главы республики Дагестан, Замазан Гаджимурадович Абдуллатепов. Указом главы республики, лучшим представителем района за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были присвоены почетные звания. Заслуженный учитель республики Дагестан, Нуралиеву Габибулле Мутелемёчу, учителю муниципального казенного образовательного учреждения Аркидская средняя общеобразовательная школа. Чествовали на праздник также юных спортсменов, команду района по волейболу и юных футболистов, неоднократных победителей международных и российских соревнований. Завершились торжества финальными схватками борцового вольного стиля и большим праздничным концептом. Сегодня в Махачкале в Национальной библиотеке пройдет открытие киноклуба «Панорама». Приоритет создаваемой творческой организации создание дискуссионного форума для сообщества кинодеятелей. В дальнейшем участники киноклуба планируют проводить просмотры и обсуждения фильмов, обмен опытом и мастер-классы. В серию мультфильмов «Аул мастеров» снимут в нашей республике. Организатором проекта выступает пиар-агентство «Альтус», которое работает в Дагестане уже около 9 лет. Поддержку оказывает Министерство образования республики с развитием темы Джамиля Богомедова. Идея фильма проста. Старый аул 60-х годов Дагестана. Он немного забыт, заброшен. В основу мультфильма лягут адаптированные произведения дагестанских писателей, таких как «Гамзат Садаса», «Ахмедхан Абубакар» и другие сказания нашего края. Это будет рассказ о подростке, который приехал погостить к родственникам в Аул. Как рассказал руководитель анимационного проекта и его режиссер Гамзат Исаев, идея создания подобного проекта возникла спонтанно. В один момент просто помню, что можно, почему нет, сколько можно играться. Реклама, реклама, тоже хорошее интересное дело. Нужно расти выше, давать. У нас сынерпуск в этом плане. Но то, что у нас, юг России, да вообще регионы, они ничего такого не производят. Поэтому начнем мы, чему нет. Как признается аниматор Магомед Алиашура Лиев, для успешной работы необходимо в первую очередь сродниться с персонажем. Я должен вообще въесться в эту тему, я должен просто полюбить этого персонажа. И прежде чем сесть за компьютер, мы делаем зарисовки, делаем скетчи всякие. Аул мастеров – это собирательный образ Дагестана, где представлены узнаваемые народные промыслы, занятия, традиции, одежда, кухни дагестанцев разных национальностей. Это будет веселая, занимательная история с хорошим концом, где герой по окончанию очередного приключения получает ценный опыт. Становится дагестанцем не только по месту рождения, но по своей сути, отмечает руководитель студии анимации «Альтус» Руслан Салимагаев. Интересные истории будут связаны с девочкой, которая у нас там появится, так как у нас есть несколько джигитов мальчиков, они будут бороться за нее, за ее любовь, за ее расположение. Естественно, вот такая, такого плана будет момент. Все будет очень красиво сделано в этом отношении. И будут истории, которые будут уходить со своими корнями, опять же, историю культуры Дагестана немного ранними годами. Продолжительность одной серии составит 10-15 минут. Первые серии мультфильма зрители, возможно, увидят через год. Где он будет демонстрироваться, его создатели пока не решили. Может быть, серии будут показывать по телевизору или в сети интернет. Возможно, будут выпускаться на дисках. Создатели проекта уверены, что мультфильм – это неотъемлемое средство социализации ребенка. Психологические механизмы мультипликации, как виды искусства, воздействуют на сознание детей. А о том, какое влияние оказывает зарубежная культура на сознание наших детей, достаточно отзывов авторитетных ученых. Поэтому авторы проекта решили в интересной и доступной не только ребенку, но и взрослым зрителям форме рассказать о богатой культуре и традиции Дагестана. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан подвело итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев в год. В мероприятие приняли участие заместители начальника управления, руководители отделов и служб аппарата, начальники подчиненных учреждений. Открывая заседание, начальник УФСИН России по Республике Дагестан, генерал-майор внутренней службы Муслим Дахаев отметил, что деятельность сотрудников в отчетном периоде была направлена на реализацию задач, определенных руководством Федеральной службы, а также на решение неотложных проблем деятельности Уголовно-исполнительной системы Республики. Новости культуры Сегодня Дагестанская государственная филармония и Министерство культуры Дагестана приглашают на концерт оперной музыки. Впервые в Махачкале выступят симфонический оркестр и солисты Астраханского государственного театра оперы и балета. В программе концерта – арии из опер, оперет и рок-опер. В исполнении – Алены Дьяновой, Ирины Белой, Алексея Михайлова, Ларисы Ахметовой, Зинаиды Дюжевой. Начало в 18.30 в Большом зале русского театра. Подготовка к турниру по боям без правил, которые будет проводить Федерация по смешным боевым искусствам Дагестана, в Москве подходит к финишной прямой. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском 31 октября. Уже сейчас известен полный список участников соревнований. С развитием темы наш корреспондент. Дагестанские спортсмены проходят усиленную подготовку на предстоящий 31 октября «Новый поток». Это третий по счету турнир, проводимый Федерацией по смешным боевым искусствам Республики. Противостояние сборной России против сборной мира. Один из участников турнира, чемпион М1 Челлендж в полусреднем весе Шамиль Зауров, отметил масштабность данного события, которое проводит наша Республика в Москве в спорткомплексе «Динамо». На сегодняшний день уже точно известны все нюансы проведения турнира. Составлен список участников – 11 боев, 9 из них по правилам ММА, 2 по К1. Как отметил президент Федерации по смешным боевым искусствам ММА по Северо-Кавказскому федеральному округу Абдул Кирим Айгунов, большинство участников, выступающих от России, являются представителями именно этого региона. В начале октября в Москве прошла пресс-конференция, на которой присутствовал и Абдул Кирим Айгунов, а также Олег Токтаров и человек, который выступил главным организатором турнира, депутат Государственной Думы Резван Курбанов. Последний отметил важность проведения нового потока. Будут соревнования 31 числа, на которых будут участвовать и представители из Дагестана, которых представляет наш друг, тренер Абдул Кирим. В контексте сегодняшнего мероприятия хотелось бы призвать наших отечественных олигархов, которые финансируют зарубежные виды спорта, чтобы они переориентировали свои взгляды на нашу молодежь и помогали именно становиться чемпионами, потому что у нас очень много талантливых, упорных, молодых ребят, которым нужна эта поддержка. До турнира остается совсем немного. К этому времени, как надеются тренера, все участники, представляющие Дагестан, смогут завершить подготовительный процесс тренировок и в итоге достойно выступить, показав все свои навыки. И о погоде. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, по низменным районам утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. В горных районах юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. В горных районах 3-8, местами до плюс 13. В Махачкале ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 9-11 градусов тепла. Температура воды в море 12 градусов. Это все новости данного часа. О событиях дня вы узнаете из вечерних выпусков. А я с вами прощаюсь и желаю вам удачного рабочего дня.